Добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разборов задач с параметром. У нас номер 134 сайта matus.ru из ЕГЭ 22 года. Да, мы переходим к более свежим задачам. И смотрите, я в 17 раз, наверное, скажу, что очень важно, несмотря на то, что мы сейчас разбираем свежую задачу, разбирать пародатые задачи тоже, потому что мне неоднократно прилетало за то, что я разбирал задачи там типа 12 года, 15 года и так далее. В 23 году на ЕГЭ дали задачу, которая была в 2017 году. То есть вот эту задачу один в один идею повторили, и только числа были немножечко другими, но понятно, что числа значения не имеют, имеет значение именно идея решения. Поэтому очень важно бородатые задачи прошлых лет тоже разбирать. Поэтому вы, конечно, это видео сейчас посмотрите с разбором задачи из ЕГЭ 22 года, потому что понятно, что эта идея плюс-минус будет где-то рядом повторяться. Но смотрите обязательно все разборы по плейлисту, который, собственно, в котором лежит эта задача. Просто найдите на моем канале плейлист задач с параметром и посмотрите задачи предыдущих лет тоже. Я для вас разобрал уже больше 100 задач с параметром. И прежде чем мы перейдем к разбору, напоминаю еще такой небольшой анонсик. Во-первых, у меня есть бусти, недавно появился бусти. Я здесь разобрал уже больше 100 задач с параметром, и будет еще больше, еще будут задачи по планиметрии и стереометрии. Поэтому, мне кажется, это весомый аргумент, чтобы поддержать меня на бусти. Тем более, что это стоит очень недорого. Соответственно, ссылка на мой бусти в описании. А еще 6-8 января будет трехдневный интенсив по параметрам. Параметры Pro Max by Mi, как говорится, by Blut. Это очень совершенно оригинальный дизайн. Совсем ни у кого не тырил его. Вы видите, да? Соответственно, стоит это все очень дешево. 1290 рублей, но такая цена только до 18 декабря. И чтобы по такой цене сейчас получить, собственно, этот интенсив, пишите мне кодовое слово параметр в личку в Телеграме. Ссылка на мой Телеграм есть в описании к этому видео. До 23.59.18 декабря. Еще успевайте. Пишите мне кодовое слово параметр в личное сообщение в Телеграм. И, конечно же, подписывайтесь на мой Телеграм-канал ЕГО Без Боли. Как же без этого? Это Телеграм-канал по подготовке на 90+. Очень полезно, стараюсь его полезно для вас вести. Итак, 134 задача. Давайте разбирать, значит, что здесь будет происходить. Ну, это достаточно простая задача, но, тем не менее, со своими нюансами. Во-первых, надо постараться и разложить числитель на множители. Разложить числитель на множители здесь есть двумя способами. Давайте разберем каждый из них. То есть первый способ разложить числитель на множители. Давайте я сбоку пропишу это разложение. То есть у нас xy квадрат минус 2xy минус 4y плюс 8. И нам надо вот этот вот многочлен, да, разложить на множители как-то. Так, как мне его разложить на множители? Как я сказал, два способа. Первый состоит в том, что я просто сейчас вынесу за скобки что-то общее здесь, сгруппирую, и потом общий множитель в целом вынесется за скобки. То есть что мы видим? Из первых двух скобок xy выносится за скобки. В скобках остается y минус 2. Что мы видим? Из вторых двух скобок минус 4 выносится за скобки. В скобках остается y минус 2. Все, изи-пизи. xy минус 4 на y минус 2. Далее. Это у нас первый способ. Второй способ. Как это можно еще разложить на множители? Давайте мы вот такой вот многочлен представим себе как квадратное уравнение относительно y. Единственное, что надо будет сделать. Давайте мы вот эти вот коэффициенты соберем, да? То есть у нас будет не минус 2x минус 4, минус 2xy минус 4y, да? А минус, так, 2x плюс 4 умножить на y. Так, давайте, чтобы убедиться, что это действительно оно, раскроем скобки. Будет 2x умножить на y с минусом. Минус 2xy совпадает все. 4 умножить на y с минусом. Минус 4y совпадает все. То есть вот так вот, когда выносится что-то за скобку, обязательно нужно проверять себя. Не знаю, почему-то большинство этого не делает и косячит в этом действии. А здесь очень легко себя проверить. Так вот, у нас квадратное уравнение относительно y. Давайте его так и решим. Возводим в квадрат. У нас будет b квадрат, да? 4x квадрат плюс 16x плюс 16 минус 4x на 8. Это у нас 32x, да? Минус 32x. И что я вижу? Вот здесь вот всегда такая штука проявляется, когда у нас многочлен какой-то рассматривается как квадратное уравнение. То есть коэффициенты квадратного уравнения зависят либо от перемен, либо от параметров. Смотрите, у меня здесь полный квадрат, и он, из него, да, вычитается его же удвоенное-удвоенное произведение. То есть у меня удвоенное произведение полного квадрата 16x, а вычитается 32x. Это что я сделаю? Это фактически сменит знак вот этого множителя. То есть, еще раз, 16 минус 32, это минус 16x плюс 16. Вот такая вот магия чисел будет, ну, точнее, не чисел, а выражений, да, будет происходить у вас частенько, если вы будете работать с квадратными трехчленами, коэффициенты которых зависят от другой перемены или от параметра, да, как в данной ситуации. Что мы получили? 2x минус 4 в квадрате, это наш дискриминант. Значит, y1, 2, это что у нас? 2x плюс 4, это минус b я взял. Плюс-минус корень из дискриминанта, то есть плюс-минус вот эта вот штука 2x минус 4, да, ну, вот эта вот штука, я вместе с квадратами ее ввел. И, соответственно, мы делим на 2a, то есть на два коэффициента перед y к квадратам. Вот он, коэффициент этот, 2x. И что мы получаем здесь? Раскроем скобки со знаком плюс, будет 4x на 2x, это будет 2, да. Раскроем скобки со знаком минус, мы получим, соответственно, 2x плюс 4 минус 2x плюс 4, 8 делить на 2x, то есть 4 делить на x. Вот. Единственное, что здесь, в чем минус вот этого действия, да, обратите внимание, я сразу же получаю результат такой и такой, где я поделил на x. Ну, тут вообще-то вопрос могут задать, а сфига ли ты делишь на x, кто тебе сказал, что так можно? Поэтому в этом способе, да, я вообще его не приветствую на самом деле, просто показываю, что так можно, чтобы вы понимали, что так можно. Иногда им, конечно же, удобнее, чем группировка. Но в этом способе есть вот этот вот подводный камень рассмотрения, да, нерассмотрения, точнее, в случае x равно 0. По-хорошему, как стоило это решать? Стоило отдельно рассмотреть первый случай, что у нас будет. Ну, точнее, это даже не первый случай, а просто посмотреть, что будет, если x равен 0. x равен 0 является ли вообще решением этого уравнения? Вот, и потом только, собственно, рассуждать как-то о том, что дальше получается. Вот, а здесь я, когда решал это уравнение квадратное, сразу делил на x, и это не есть хорошо. Поэтому предпочтительнее, на самом деле, этот способ. Мы ведь с вами старались разложить на множители, вот мы и разложили в целом на множители. А здесь надо получить корни, потом только разложить на множители. То есть, по-хорошему, у этого действия, да, мы его еще не закончили, у него еще следующий шаг, вот такой. И, конечно, если я x сюда сейчас под скобку загоню, то у меня получится xy-4, такой же множитель, как и здесь. Но все равно, видите, здесь было действие деления на x, и сфига ли я это действие могу совершать, непонятно. Поэтому предпочтительнее и короче, естественно, такой способ. Но чтобы быть более объективным, да, и более полезным для вас, я показываю вам несколько способов. Итак, xy-4 умножить на y-2. Вот такую вот ситуацию мы с вами получаем. Делить все это на корень из 4-y равно 0. И при этом y еще равен ax. Вот такую вот систему уравнения мы с вами решаем. Хорошо, давайте, собственно, порассуждаем. Когда у нас вот эта дробь будет равна 0? Ну, естественно, она будет равна 0, если числитель равен 0. Это происходит в двух сценариях. Либо xy равен 4, либо y равен 2. То есть я каждый из множителей поочередно приравнял к 0. Это банальное действие. Думаю, не надо объяснять. Здесь у нас еще есть корень под знаменателем. А значит, подкоренное должно быть положительным. Не неотрицательным, как обычно. Не больше равен 0, а строго больше 0. Потому что он из знаменателя пришел и равен 0 быть не может. 4-y больше 0. Но я сразу же запишу это как y меньше 4. Просто чтобы лишний раз снова не переписывать. А здесь у меня y равно ax. Вот такое уравнение просто. Я хотел сказать вот такая вот прямая. Но на самом деле мы еще с вами не решили как бы решать. Да, графически или аналитически. Можно и так и сяк на самом деле. Ну, не знаю. Мне лично нравится решать это графически. То есть давайте-ка мы все это все-таки нарисуем. Что будет, значит, множеством точек, которые задаются вот этой вот совокупностью. Надо понимать, что здесь будет сразу же и гипербола, и прямая. Причем, еще раз, да, вот здесь потребуется переход y равно 4 делить на x. И как бы почему я так могу сделать? Давайте вот здесь вот поделим на x. Да, и скажем, что он не равен 0. Почему он не равен 0? Потому что очевидно, что x равный 0 не подходит. Вот, если я x равный 0 буду подставлять, у меня получится 0 равно 4. Вот, то есть в этом уравнении взять и поделить на x. То есть я же отдельно рассматриваю только такое уравнение, а не вот такое вот целое выражение. Здесь x равный 0 вообще-то смысл имеет. Смотрите, если я сюда буду x равный 0 подставлять, я получу 4y плюс 8 равно 0, да? 4y плюс 8 равно 0, отсюда y равен минус 2. И подождите, а что это такое вообще? Нет, минус 4y плюс... Минус 4y плюс 8 равно 0, откуда y равен 2? Вот, и что у нас при x равном 0 получилось, что y равно 2 может быть. Это вообще-то как бы как? Вот, поэтому, собственно, мы вот в такой вот совокупности это уже можем делать, да? Делить, то есть на x. А здесь нужно было бы еще соображать, что я вообще получаю. Итак, окей, в итоге у меня будет некая гипербола, у меня будет некая прямая, у меня будет некая полуплоскость, y меньше 4 мне задает полуплоскость, и подвижная прямая, то есть крутящаяся, вертящаяся вокруг начала осей, вокруг начала координат прямая, y равно ax. Ну, я все это должен просто нарисовать. Поехали. y равно 4 делить на x у нас выглядит... А, нет, почему я так начал делать? Не надо с этого начинать. Давайте начнем с y меньше 4. То есть у нас есть ограничение какое-то, да? Давайте мы это ограничение просто начертим сначала. y меньше 4 значит, что мы находимся ниже вот такой вот прямой. То есть здесь y равно 4, здесь y больше 4, а мы находимся в полуплоскости ниже этой прямой. Далее у нас y равно 4 делить на x, это гипербола, которая расположена в первой и третьей четвертях. Она вот так вот в общем случае выглядела бы, но нам интересна только та часть, которая находится ниже этой полуплоскости, поэтому я сразу же вот здесь вот посмотрю точку с координатами 1, 4, да? Понятно, что при x равном 1, y равен 4 будет. Вот, подставим сюда x равный 1, получим y равно 4 на 1, то есть 4. То есть через точку 1, 4 эта гипербола будет проходить. Соответственно, я вот эту гиперболу так и рисую. Вот она пошла туда. Понятно, она будет еще проходить через точку с координатами 2, 2, да? Вот здесь вот 2, 2. Но я пока не буду ее рисовать, просто чтобы не захламлять чертеж лишний раз. Вот это вот даже можно было уже не рисовать, ну ладно. Далее у нас еще есть y равно 2, а, подождите, у нас есть еще, во-первых, вторая ветка гипербола, вот такая история. Есть y равно 2, и что я сейчас начертил? То есть я сейчас начертил, собственно, множество точек, задаваемых первым уравнением, да? То есть вот этим уравнением, оно у нас свелось к совокупности и неравенству. Соответственно, вот я все это нарисовал. Неравенство нарисовал, ниже этой оси находимся. Совокупность тех двух уравнений нарисовал. Так, хорошо, теперь мне с этими линиями, то есть я сосредотачиваюсь на прямой, на части гиперболы, вот этой вот, мне надо с этими линиями пересекать прямую y равно ax. Что это за прямая? Это прямая просто, которая проходит всегда через начало координат, и в зависимости от параметра a это прямая вокруг своей оси, как только вокруг точки, точнее, крутится вокруг начала координат. Соответственно, a увеличиваем, прямая крутится туда, a уменьшаем, прямая крутится сюда. Что я хочу? Я хочу, чтобы, давайте я эту прямую, во-первых, буду проводить красным цветом. Я хочу, чтобы эта прямая пересекла вот эти вот линии, да, три линии. Сколько раз она должна их пересекать? Давайте вспомним по задаче. Три различных решения надо. Окей, три различных решения. Это раз, два, три. Например, такая ситуация. Круто, нам подходит. Давайте посмотрим, собственно, различные граничные значения. Вот я понимаю, что y равно, например, 4x. Откуда я беру 4x? Я просто провожу сейчас, собственно, через точку 1,4 мою прямую y равно ax. Ну, то есть, что я соображаю? Соображаю, что y равно 4x пройдет тоже через точку 1,4, потому что сюда легко подставить x равно 1 и получить y равно 4. Вот, то есть, прямая y равно 4x мне даст сколько решений? Так, я подпишу прямо вот здесь, вот, y равно 4x. Эта прямая мне даст раз, два решения. Плохо, два решения мне мало. Вот эта вот точка, да, не будет решения, потому что она выклата, она находится на этой прямой y равно 4. y равно 4 быть не может, потому что мы из знаменателя пришли, у нас y меньше 4. Поэтому я границу этой полуплоскости обозначил вот такой вот пунктирной линии. Мне это важно, кстати, тоже делайте так же. Соответственно, если я чуть-чуть меньше, чем 4 возьму и проведу, например, вот так вот прямую y равно ax, да, то смотрите, у нас получается уже раз, два, три решения, да. То есть, вот эти два решения у нас остались, и они просто сдвинулись. Очень важно представлять вот эту динамику себе, да, что вот эти точки сдвигаются туда. Вот эта вот точка потенциальная, которая не является на самом деле решением, когда я немножечко туда сдвигаюсь, становится решением. И вот у меня появляется три решения. Отлично. То есть, я в целом уже ответ могу конструировать. У меня будет вот такой ответ. Он закончится четырьмя в круглой скобке, потому что мы от какого-то значения до четырех будем получать вот эти вот три, собственно, решения. Не то обвел. Вот эти вот три решения. Окей. Дальше. Смотрите еще. Обязательно нужно обращать внимание на точку пересечения, потому что если у равно просто х, да, вот эта вот у меня точка с координатами 2, 2. Так, на клеточках это было бы проще, но напоминаю, что вот эта прямая у равно 2, да, вот эта вот у равно 4 делить на х, соответственно, если у меня подставить сюда двойку, получится точка с координатами 2, 2. Так вот, через точку с координатами 2, 2 прямая вида у равно ах проходит, когда а равно 1, соответственно, прямая у равно х будет. Что у меня здесь получается? У меня получается раз, два решения, да, То есть вот здесь вот у меня решение при пересечении с гиперболой и решение при пересечении с прямой совпадают. То есть вот эти две точки, если я уменьшаю a, едут сюда и в какой-то момент совпадают друг с другом, но потом они поедут ещё дальше и разъедутся. У меня снова будет три решения. То есть ответ, вот я продолжаю конструировать, выглядит вот так. То есть у меня до единицы будет три решения. Вот смотрите, раз, два, три решения, до единицы всё ещё. В единице 2, а потом снова после единицы будет 3 решения. Окей, идем дальше. Уменьшаем значение параметра. Ну, вот такое мы уже рисовали, только что понимаем 3 решения, нам это подходит. Так, единственное, с какого момента? Понятно, что что-то очень маленькое подойдет, там y равно, допустим, 0,01x нам подойдет. Вот такая вот прямая, ну, в общем, я хочу и нарисовать с очень низким наклоном, ну, не особо тут получается, надеюсь, вы поняли. y равно 0, очевидно, не подойдет, потому что y равно 0 мне не даст ни одного решения. y равно 0, поэтому у нас будет выколота. Вот такая вот история. И на самом деле вот это вот уже все, это уже ответ. Потому что отрицательное значение параметра совершенно не подходит. У меня при отрицательных значениях параметра будет единственное решение вот такое вот. При пересечении с прямой y равно 2. То есть тут как не крутите этот прямую дальше, да, у вас всегда будет получаться, собственно, одно решение. Вот и все, вот мы, собственно, и сконструировали ответ. От нуля до одного, от одного до четырех. Я такой ответ на самом деле люблю записывать следующим образом. То есть я обычно пишу от одного до четырех и потом исключаю... Ой, почему от одного? От нуля до четырех и потом исключаю единицу. То есть еще раз, вот это вот нормальная, грамотная, математически грамотная, выверенная нотация, скажем так, способ записи, это верный. За это вам не снимут баллы на ЕГЭ. Хватит задавать об этом вопрос в комментариях. То есть вот так можно писать. Я вам как эксперт ЕГЭ говорю, но на самом деле, прежде всего, как математик вам говорю, это значок исключения множества из другого множества. То есть я из этого множества исключил одну точку. Все, это нормально, так можно, так красиво, вы так наоборот на эксперта какое-то положительное впечатление произведете. Он понимает, что о, человек умеет с множествами работать. Вот. Собственно, вот такое решение. Я не думаю, что здесь необходимы еще какие-то комментарии. Решили графически очень просто. То есть мы раскладываем первым делом числитель на множители, потом начинаем рассуждать о том, что, как у нас будет происходить с... В общем, с этой дробью. То есть у нас здесь будет ограничение. Y строго меньше четырех, не забываем об этом. Раскладываем на множители. Здесь при переходе к гиперболу аккуратно себя ведем, потому что понимать надо, что мы делим на переменную. Могу ли я в этом уравнении взять и поделить на переменную? В этом уравнении да. В этом с вопросами, да. Потому что там X равен 0 дает решение Y равно 2. Поэтому нужно разбить вот так вот на совокупность двух уравнений и потом рассуждать. Далее, что у нас еще получается? Ну вот это вот у нас прямая просто Y равно AX, прямая пропорциональность, да. Она при уменьшении значения параметра крутится туда вот по часовой стрелке. При увеличении, соответственно, против часовой стрелки. Это надо понимать и представлять себе динамику задачи, представлять, сколько решений будет. И обязательно не забывать про вот эти вот граничные значения, когда мы проходим через точку пересечения, когда мы проходим через, опять же, точку пересечения и так далее. И таким образом у вас, когда вы динамику задачи хорошо представляете, легко конструируется ответ. На этом разбор все. Напоминаю вам о своем курсе параметры ProMax. Это будет, ну, точнее, не курс даже, а трехдневный интенсив по три часа. Мы разберем там аналитические, графические и функциональные методы решения задач. Стоит всего 290 рублей, но такая цена всего до 18 декабря. Времени уже немного осталось. Пишите кодовое слово параметр мне в Телеграме, в личных сообщениях. Ссылка в описании. До встречи на моих следующих разборах, как говорят у нас в Мексике. А у Федерзейм.